В 1938 году Народный комиссариат обороны издал приказ о борьбе с пьянством в РКК, в соответствии с которым особые любители горячительного подлежали увольнению из рядов вооруженных сил, а то и вовсе отдавались под суд. Однако с началом Великой Отечественной войны стало понятно, что основной проблемой сделалось не повальное армейское пьянство, а вопросы банального физического выживания. В избыточных дозах алкоголь разлагает и расхолаживает, но в малых подчас бывает необходим, особенно когда приходится сталкиваться с экстремально суровыми ситуациями. Он расслабляет, но при этом снимает психологические барьеры и зажимы. Сейчас это общеизвестно. Понимало это и высшее советское начальство, вовсе не поощрявшее при этом разгул и пьянство. 22 августа 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление номер 562С о введении водки на снабжение в действующей Красной армии. Так собственно и началась история легендарных фронтовых 100 граммов.